Доброго времени суток! Очень такие хитрые люди задают вопросы они ну понятно, их желание чему-то научиться но хотят учиться бесплатно вот так это они хотят учиться ну пусть будет так санима шумскола это в большей мере на данный момент пока благотворительная школа буду очень рад если кому-то очень понравилась моя школа и кто-то сделает какие-то благотворительные вопросы, это намного улучшит качество самих материалов и отношение автора к этим материалам вот видите кастрюлю, которая есть в любом хозяйстве, в этой кастрюле происходит подготовка зерна технические условия данного помещения не позволяют применять никакие другие способы поэтому пользуются вот именно таким способом уже сейчас жду вопросы ну понятно, сюда помещается пшеница с водой ну или любое другое зерно там овес, ячмень, что там проса, что-то чем, кто пользуется и здесь оно заваривается и сразу же вопрос, а как правильно заварить а вот это я вам объяснить не могу объяснить на пальцах, какая должна быть вот эта пшеница я вам не могу, сколько она варится это зависит от самого зерна от его качества и очень многих параметров поэтому это объяснить нельзя если вам скажу варить час, вы за час можете сварить из одного зерна кашу, а из другого зерна оно останется вообще не разваренной мицелий расти на нем не захочет поэтому здесь тот момент, чего объяснить нельзя это нужно увидеть и несколько раз просто перенять и в дальнейшем, после варки когда пшеница, будем говорить о пшенице я выращиваю зерновой мицелий на пшенице вот я о ней и буду повествовать после того, когда она сваривается она помещается вот на такие полки для сушки полок здесь много и пшеницы тоже довольно-таки достаточно здесь можно озвучить только вот такой единый параметр как вот я сам оцениваю во-первых, нужно взять зерно если оно у вас вот сварилось вот это зерно, оно видите просто в пальцах его разжать почти невозможно ну вот это я раздавил можно здесь найти совсем другое такое, которое вообще не сварилось и оно просто вообще не раздавливается но, в принципе, все зерно должно быть таким чтобы вот ногтем, если взять, то оно должно все-таки сминаться вот это качественно очень хорошо приготовленный зерной материал и это не всегда даже так получается иногда бывают ошибки возникают тогда проблемы с ростом мицелия он замыкает но, в принципе, если мицелий чистый, то ничего страшного в дальнейшем это из пакета выбрасывается его можно высаживать в принципе, я в основном, после всего, всех движений мне этот мицелий только и остается как у сапожника без сапог и вот этот параметр если взять полную горсть вот этой пшеницы вот в руку вот и я ее вот сжимаю она у меня в руке вот пружинит, как резина и вот это чувство, как она должна пружинить я просто знаю вот сейчас я вот сжимаю и вот вижу, что это просто прекрасно сваренный материал и в дальнейшем будем приступать к его тариванию перетариванию будем перетаривать его пакеты в дальнейшем будем стерилизовать в автоклавах которые вы видели и что необходимо еще добавить в этом случае здесь больше мы ничего не можем добавить полки видели, кастрюлю видели в дальнейшем мы будем этот зерновой материал таким вот нехитрым способом перемещать для добавления буферного раствора вот наполняем и переносим в такую вот емкость вот интересно заметить да, видите чем вот я набираю это бутылка от жидкости от тасола по моему не помню, я сразу заметил, что это хорошая бутылка из нее получается очень классный совок если вы думаете, что у меня нету 10 рублей купить совки так у меня есть вот такие есть вот такие но это все вот это получается вот такая вот фигня а вот такой совок и еще раз и еще раз все никак не было вот какой экскаватор и полное вида вот зерно переносим вот в эту емкость и в дальнейшем обязательно нужно добавить буферный раствор ну это не раствор, это состав вот добавляем буферный состав вот таким вот образом и в дальнейшем это перемешиваем здесь нет никаких параметров параметр зависит от влажности если зерно будет немножко переварено значит буферного состава нужно будет давать намного больше для того, чтобы он изъял лишнюю влагу если зерно будет недоваренное то наоборот буферного раствора нужно давать минимальное количество потому что он опять же таки на себя заберет той влаги которой нет и ничего хорошего из этого не будет вот и все вот видите перемешалось видим что равномерно весь вот этот состав распределен по зерну в дальнейшем осталось его растарить по мицеллярным пакетам для этого мы используем весы и сами пакеты в пакеты тем же самым образом мы будем его загружать и взвешивать ну порционно например я если вот делаю пакеты по 4,5 кг то я в сам пакет помещаю 4,2 кг и 300 г добавляется уже маточного мицелия ну если делается рабочий рабочий мицелий для посева уже грибов то я добавляю получается 300 г маточного мицелия и вот в таком составе происходит вот такая вещь вот видим уже старинные пакеты это уже стерилизованные пакеты инокулированные здесь они сейчас лежат на инкубации хорошо что они находятся всегда перед глазами можно за ними следить и даже вот на не таком большом пространстве иногда вот нижние пакеты не догреваются верхние перегреваются поэтому приходится вот точно так же как в инкубаторе как яички их переворачивать перемещать в разные места до тех пор пока не найдем удобное для них место вот это на тему приготовления зерна надеюсь что я ответил на ваш вопрос назад а то что это это Продолжение следует...